Всем привет! Сегодня очередной день, когда я просто дома готовлю, убираю, стираю, как все женщины. Так, сегодня у нас будут на обед фаршированный перец. Вы, конечно, все уже умеют готовить, но просто. Фарш говяжий, морковку я немножко добавляю, помидор через мясорубку, ну, можете через терочку, лучок, рис, помылаю. Так, у меня муж всегда ругает. Чего я тебя ругаю, я тебя не ругаю? Что я руки обтряхаю, ну, шучу, у меня самый золотой муж. Так, сейчас я зелень не понравила, но мне кажется, маловато. Ну, на кроши тогда, да. И ты потом перемешивать будешь, да, и забивать эти. Да, вот в чем мне нравится фаршированный перец. Если у вас еще и фарш уже накрученный, то вообще лепота, быстро, вкусно. Но единственное, у меня Эмилия не любит. Да, я не люблю фаршированный перец. Ты, вернее, не любишь все вареную капусту, перец. Он будет снимать перчик. Но мы справимся, да, Эмилия? Да. Ты же перец стерешь и поешь. А я вот люблю голубцы. Голубцы с арма дома. Как вы уже выяснили, я люблю поесть. Так, еще мне надо добавить. В кастрюлю взяли. А, масло. А масло ты куда? В рис будешь добавлять? Ну, и мясо. Мясо, потому что у нас мясо не жирное. Вернее, мы стараемся и добавлю сейчас оливковое масло. Кстати, стол мы свой поменяли. У нас стоял круглый. Этот я когда-то сам делал, стол полностью. Как говорится, в стиле лофт. Вроде удобный. Семечка. Ага, пока я вот молодец. Чего-то? А соль. Соль. Соли. И перчим. Или мне бросить соль? Нет, я прошу. Естественно, я руки. Так, чуть-чуть перчим. Потому что дети наши нет. Обычно я еще добавляю кориандр. Но у меня его сегодня нет. Поэтому. Он будет без кориандра. Как там соль на глаз? Соль на глаз сыпешь. Главное не в глазником. Так, у нас в Крыму, как всегда, ветрено. Рычем сильно. О, можешь пойти пока показать. Так. Видите? Деревья как колышат. И, кстати, газон наш полностью восстановился. Смотрите, какой зеленый стал. Сейчас я с улицы покажу вам его. Все, ты перемешиваешь? Да. Все, ну, мы все так делают. Помидоры там. Я говорила, что я помидору. Да, помидоры через мясорубку пропустила, сказала. Ну, если вы фарш не крутили, то на терке можете помидоры натереть. Так, а мне скоро за детьми ехать. Забирать со школы. Да, еще нам на танцы идти. Ну, кстати, показать, куда мы на танцы ходим. Так. И как мне муж ругает, говорит, нельзя самый фарш пробовать. Соленый? Нет. Мама. Соли. Так, пойду я газон людям покажу. Вот наш газон позеленел. Как говорится, вычухался, пришел в себя. Роза тоже в себя приходит после аномальной жары. Вот новые ростки. Листики пошли. Такие вот дела. Двор, как мы уже говорили, потихоньку, по мере возможности, приводим в порядок. Дом относительно новый у нас. Такой вот печатный бетон я заливал сам. Дальше тоже нужно продолжать вокруг отмостку. По заборам тоже нужны деньги. По мере возможности делаем забор. Кстати, из газобетона полностью сделан. Я его выложил и покрасил фасадной краской. Колонны тоже из газобетона. Внутри бетон армированный идет. Проще простого. Все, кто хочет фаршированный перец, гоу к нам. Да, добро пожаловать. Ну и не только фаршированный перец. Сегодня, кстати, у моей сестры, вот кому мы ездили в Узбекистан, у Эльзары. В Черчике. И у моего Эйнштеда, вот с Узбекистана, с Черчика уточняю, у моей сестры юбилей. 25 лет совместной жизни. Так что вот они будут там сами. А мы будем здесь голубые кушать. Жалко, что они живут далеко. Так можно было пойти и поздравить их. Не, мы, конечно, созвонились, поздравили, но я не иду. Отметили бы в кругу семьи. Когда она выходила замуж, мне было 13 лет совсем. Я коротышка была. Не, конечно, и сейчас коротышка. Ты сейчас коротышка, полтора метра. Так что как-то так. А, еще, что хотел рассказать все время? Татья, я хотел бы совет дать. Тем, кто женится, не женитесь на маленьких. Почему? Потому что они постоянно просят все с верхних ящиков кухни доставать, чтобы вот сюда вот залезть. Мне приходится все время лазить. Вот так вот. Так что вот так вот. Плюс еще они ворчливые бывают. Вот так вот. Кое-кто, мой сосед, это подтвердит. Почему? Потому что все маленькие, все ворчливые. Все ворчливые, если что-то не то. Все, вот так вот. На коротышках не жениться. Тебе сейчас скажут, стремянку подари жене. Стремянка есть, в гараже стоит. Но чтобы ее принести, мне надо ее принести. У тебя там полная кастрюля выйдет? Большие для работы, Милен. Да, маленькие для любви. Да. Прошу любителей работать. Как там говорят? Это черный юмор от моего мужа. Вот этот. Я как-то пошутил, ее брат искал, забирай обратно. Он сказал, уже все, товар этот. Возврату не подлежит. Да, возврату не подлежит. Так что все, до конца дней мы с тобой теперь. Так что придется тебе доставать с верхних шкафчиков. Да, мы, кстати, уже 11 лет женаты. Да, 11 лет. У нас была свадьба 25 августа. 2012 года. Да. И в этом доме мы живем относительно недавно. Когда мы женились, мы жили с Эмилия родителями. А потом начали строить свой дом. И вот уже четвертый год? Да, четвертый. С девятнадцатого года мы здесь. С девятнадцатого года. Грубо говоря, через месяц будет год, как мы сюда переехали. В октябре. В ноябре мы. А в ноябре? Да. В ноябре мы переехали. Или в октябре. В октябре. В октябре переехали. Еще было относительно тепло. Детей я на мопеде с садика привозил. В ноябре уже на мопеде не поездишь. Почему это? Только на машине. Холодно. Это у нас в ноябре. Так что... Ну, вот рис у меня улетел. Так всем критикам там. Кто-то руками фаршует. У меня руки совсем раз я помыла. И мне кажется, все готовят руками. Не одевают перчатки дома. Ну, вот это иногда до абсурда какого-то. Я же не в ресторане готовлю. Во-первых, оно термообработку пройдет. Даже если у меня какие-то микробы были, все погибнет пока будет. Ну, вообще, вообще. Руки женщины найдены на миллион раз мой. Шарики. Моему самому лучшему. Эмильчик просто не любит перец. Хотя он чистит. Но я ему кладу вот так туда. Типа тевтели. Типа тевтели. Типа тевтели. Как закипит, 25 минут. 25 минут. 25-30. Ну, именно как закипит вода. Так, а чуть-чуть осталось. Что все шарики делать? Так, ладно. Я тогда поехал за детьми забирать со школы. Шарики. Мама, привет. Привет, Ана. Какая моя рыба. Наша школьница пришла. Первокладка. Наша шел. Надо переодеться будет, Адель, попушечек, да? А ну, скажи, что я им подписчиков. Скажи. Не стесняйся, давай. Что ты хочешь пожелать или сказать? Можешь мне подсказать, папа? Ну, поздорово. Пусть и совсем. Ну, поздорово. Громче говорит. Скромнее у нас, нечего. Адель, что ты сегодня в школе узнала? А ну, рыбе, что надо? Рыбе, вода, птицы, воздух. Зверью. Зверью. Лес. Человеку? Нет. Степь. А, дальше продолжай. Угу. Горы. А человеку нужна Родина. Чем моя маленькая девочка. Всем приятного аппетита. Эмилька у нас еще в школе. Сказала, что останется на моделировании. Да, когда придет. Да. Сашенька у нас. Угу. Тогда кушаем. Кушаем. Да. Сама. А, давай, двигай. Так. Снег пошел у тебя, да? Да. Снег пошел. Была трава, стал снег. Да. Да. А у тебя что? А у меня? А у меня уже не снег. Уже замело снегом прям. Мы сегодня уже здоровались. Идем сейчас к нашему другу, соседу. Недалеко они отхожусь. У него сегодня день рождения. Будем отмечать. Тук-тук-тук. Где именинник? Селемолитуй. Селемолитуй. Это наш. Он наш. Днем рождения. Подарочек. Презент от нас. Тяжелый. 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 Уже готовится, да? Или надо маслать, Виталий? Что у нас же фискарик? А, там все нормально. Не, котлеты я имею в виду. Котлеты? Ну да, надо крутить. Мы ничего не делали. Так, я пойду туда крутить. Давай, ты могу? А мне кто-то не поможет этот на любителе? Или кто-нибудь помогает? Котлетки. Ну давай, я тебе это. Так, пока наши женщины нам кости перемивают. Вот мы будем сейчас делать вюля-кебаб. Мы сегодня утром это все приготовили. Сейчас будем перемешивать, еще раз сформировать. И на костер. Сколько у нас, Виталий, здесь мяса? Три кило. Три килограмма? Ну че, пошла жара. Хорошая. Халяль. Халяль. Мясо халяль. Так, я туда формирую вот такие котлетки. Сейчас буду формировать. И будем выкладывать на сетку. Там их приплюснем и пожарим. Ленивые вюля-кебабы. Да. На палочки не будем делать. Смотрите, какое количество с трех килограмм получилось. Люляшек у нас. Вот, кстати, я сейчас покажу лепешки. А вот у меня в мясе, смотрите. Цена за одну такую лепешку 50 рублей у нас. В Узбекистане она стоит 20 рублей. Так что вот такие дела. Сейчас будем ждать сетку. Уложим туда все и начнем жарить. Так, все. Вот, пошли. У нас мясо ставим на угли. Будем ждать. Жар хороший. Так, вот корочка схватилась. Это я делаю так, чтобы котлетки эти не прилипали к сетке. Легонько обжариваю свободно, чтобы было. Видите, какой аромат стоит. У меня слюнки прям так и текут. Так, я пошла кормить. Так, я пошла кормить. Так, я пошла кормить. Давай, ты смачно кушаешь. Давай. Чавкаешь всегда. Давай. У меня сетка такой сочный, поэтому я рекомендую. О, ничего нет, да? Да, это сегодня мы... Это рецепт, рецепт. Это рецепт, Лена, но тут надо просто технологию. Это самая главная технология в приготовлении. Это может быть разный. Может тебе нравится один, другой. Это мы с Мариной сегодня готовили. Люля-кебаб от... Как вам Виталик сказал? Марина-Эмиль. Марина-Эмиль. А почему вы не садите? Марина-кебаб. Главное хозяева ходят, а гости кушают. А хозяева отолуися, а гости творите. Не соизволите мне, пожалуйста, передать кусочек люля-кебаба. Немножко морковьчи. А, а я ее не вижу еще. А, а еще грибочки. Кстати, я прочитала, что грибы КС абсолютно не усваиваются организмом, к сожалению. Детям поэтому и запрещено вот их есть. Как-то как-то аж грустно стало. Ишь, кушаешь и... А по логике скоро вообще ничего нельзя будет есть. По логике овсяности, овсяности. Вот видите, как она обо мне заботится. Не, ну вот смотри, каждый раз, какие-то, в каждый там... Зас. Выходят какие-то новые правила, то вредное молоко, а нынче вот... Ну, сейчас я в лебеды... Новые исследования учуя. Просто наука идет вперед. Блин, давайте с днем рождения тебя, Виталик. Кажется, будет добавлять, давай. Виталику сколько лет? Это мне сколько лет, и как? 18. Да, Виталику сегодня 18 лет. Да, он кандал, 45 лет. Он отец троих детей. С днем рождения! Happy birthday, Mr. President! Happy birthday to you! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok